Продолжение следует... Продолжение следует... ...состояние ожидания дождя. По всем прогнозам он может быть, а может и не будет. То есть одни прогнозы говорят, что будет, другие нет. Но ощущение, что что-то да будет точно. Поэтому все заряжены на влажную покатулку. Народ собрался вроде бы понятливый, с пониманием дела. Будем надеяться, что все нормально будет. И все нормально, даже если будет дождь. Начинается обзор крыльев. Итак, ладно, пойдем откуда. Сначала. Крыло диайвайное. Надежно закрепленное на шурупы и болт. Повернись. Нет, спиной повернись. Рюкзак показывает. Вот. Понятно. Понятные результаты. Благодарю. Следующий. Крыло стандартное. Закреплено на стяжке. Резина лысая. Поворачивайся. Наклоняйся. Так, поехали дальше. Крыло диайвайное. Варварское. Закреплено на проволоку и стандартные болты. Но оно более-менее полное. Так, поворачивайся. Вот. О, красота. Крыло. Крылышко. Крылышко. От полковника Сандерса. Ассейвер. Окей. Закреплено. Вот. Примерно результаты. Полное крыло. Наконец-то нормально закрепленное. Барабанная дробь. Грязно. Конечно грязно. Мы по парку ехали. Вывод. Никакие крылья не спасают. Но есть крылья, которые делают чуть больше, чем... Ничего. Да. Я еду и не врубаюсь. Что такое? Вроде что-то новое. Оказалось, путепровод построили через лес. Так что-то меняется к лучшему. Здорово. И вот мы и выкатились на Приморское шоссе. Здесь так же осенне, красиво, как и везде, наверное. А так как сегодня у нас велопрогулка на канале Гуляйнин, специально для нас часть Приморского шоссе перекрыли в нужную нам сторону. Вот как вы видите, мы едем совершенно вольно. Никто нас не догоняет, не сигналит. Очень хорошо и здорово все. Параллельные лужи не пересекаются. Запомните это. А в общем, съехали на велодорожку вдоль Приморского шоссе. Потому что, как оказалось, перекрыли дорогу не из-за нас, а из-за ремонта. БМХеры, опасайтесь этого места. Я не знаю, в чем оказия, но у меня ощущение в пятой точке, будто я не катался месяц. По меньшей мере. Представитель клуба «Ленивая жопа» присоединился. Здравствуйте, я доехал на электричке. Как это, мы в Выборге, все приехали, я на электричке, а они нахо, велосипедах дурачьё. В общем, очень рады ему. Мы перекусили здесь вот напротив храмчика в сквере и все, сейчас поедем дальше. Помаши ручкой. Молодец. Нежданно, негаданно, солнце вышло. Интересно, надолго ли. Прям здоровская погода стала, все еще более красивым стало выглядеть. Редактор субтитров А.Семкин Мы свернули на Молодежное шоссе, оно же Средневыборгское. И с этого начался, скажем так, более рельефный маршрут. В том плане, что если до, ну, условно, Зеленогорска в дальнюю была довольно плоская поверхность, то теперь почти постоянно мы едим либо в горку, либо в стекорки. Ну вот, одна из насущных горок, но босс всех горок этого маршрута будет после деревни Поляны. А Макс втопил 30 км в час и ухерачил куда-то далеко-далеко. И не останавливается, его, походу, не беспокоит, что два человека потерялись. И где этот Виктор, который думает о тех, кто сзади? Он говорит, нас впереди ждет гора. Здорово, Осипа. И здесь в Полянах нас стало пятеро. Денис по техническим причинам покинул нас, сошел с дистанции, направился к соскоку железнодорожной станции Кайнельярви. В общем, ну, такое бывает, ничего не поделать. Мы приближаемся к царь-горке этого маршрута. Сейчас свернем, будет сначала спуск, а потом подъем. Короче, ждите, сейчас все будет. Ну, все, погнали. Сейчас этих двух хлопцев подождем. Традиционный вопрос, как вам рельеф? Скандинавский. Неправильный ответ. Правильный ответ, рельеф говно, я сюда больше не поеду. Сейчас тот момент, когда я жалею, что не взял дрон с собой. Такое красивое сочетание зеленого и желтого, просто офигеть. Вот за этой стеной расположилось мерзкое садоводство, которое перекрыло нормальный выход, выезд, вылет, не знаю, к озеру красавица. Хотелось бы на бережке посидеть, бутербродик съесть, все такое. А приходится просто смотреть на него с дороги. Черт, дождь пошел, блин. Проехали соточку, перекусили маленько, отдохнули, водички попили. Ну, то есть, устроили себе маленькие радости. До Выборга остается, ну, наверное, километров 30. Не до Выборга, а до вокзала остается километров 30. Примерно. Дождь нас, конечно, чуть-чуть помочил, но совсем чуть-чуть. Никакие спецсредства, типа дождевиков или бахил, одевать не пришлось. Или надевать. Как там правильно? Напишите в комментарии. В общем-то, мы уже на финишной прямой к Выборгу. До Выборга, до самого, ну, до въезда в город осталось совсем чуть-чуть. Ну, и как бы Выборг, благо, город очень большой. Поэтому, в принципе, подъезжаем уже к финалу покатушки. У нас по-прежнему 5 человек, все путем. Подустали, конечно, но... Но все хорошо. Очень специфический ремонт дороги перед Выборгом. Дорожники выбрели куски асфальта, при этом оставив разметку по краям и в центре. И в центре получился такой бордюр. Катаясь в прошлом году по этому маршруту, я прощелкал этот момент и успел заснять буквально самый последний момент. Исправляюсь. Выборг! Оно как пи***нется! И вот, еду я за Виктором. Мы с ним беседуем, и тут оно как пи***нется! Я смотрю, что у меня от пригляделся, пи***нуло. А мы едем и едем, едем и едем. Я оглядываю, думаю, что-то нету, надо подождать. Ждем. Ждем. Блядь, думаю, что-то долго ждем. Давай возвращаться. Возвращаемся. Возвращаемся. Долго возвращаемся? Думаю, что-то пи***нуло, видимо. Развалился петух. Благополучно он по дороге. А, нет, подожди, у тебя винтом немножко, видишь, что он здесь пошел? Ну. Что-то, да, значит, его нагрузило чем-то. Значит, где-то закусило, да. Хорошо, что мы доехали до Выборга. Ну, короче, мы сейчас гоним с Николаем в веломагазин выборгский. Надеюсь, что он открытый, что там есть то, что нам нужно. Вот, а остальные пока идут пешком. В эту сторону. Приключения начались, когда все уже почти расслабились. Новый петух куплен. Возвращаемся. Сейчас будем искать, где они там. Все. Добби свободен. Собственно, финал. Вот это шавермы, потому что мы сюда ехали есть шаверму. Это был главный мотиватор этой поездки. И несмотря на то, что открылся в Выборге новый КФС, там все дикие очереди. Мы не пошли туда, мы сейчас просто взяли и наелись. Шавухи. Все, мы в Выборге. Сейчас поедем домой. Ну что, сегодня все. Откатали до Выборга. Отличненько. Погода была где-то плюс 10. На всю дорогу со всеми приключениями у нас ушло, ну, чистого времени, в движении где-то 7 часов. Вот. Соответственно, на этом все. Следующие по катушке, если будут, мы что-нибудь напишем об этом. Будьте здоровы. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока.